Только вдумайтесь, на сумму 35 миллионов гривен обнаружено хищение более 43 километров трубопровода. Нерадивые воры оставляют после себя вот такие вот огромные траншеи. Новое руководство Кривбаспром водоснабжения начало работу всего несколько месяцев назад, но уже обнаружило грандиозную кражу в результате тотальной инвентаризации, которая длилась весь июль. Восемь экспертов исследовали город и окраины. В результате установили – 43 километра труб украдено. Вот вы видите одно из многочисленных последствий факта кражи трубопровода. То есть воры за городом оставляют после себя эти насыпи и эти ямы. То есть если трубы воровались в черте города, то в принципе все вовремя убиралось, и найти эти факты было достаточно проблематично. На окраинах города воры даже не пытаются заметать следы. Тогда как в черте обнаружить хищение очень сложно. Ямы тщательно зарыты. Их давность распознать не так-то и просто. Для этого необходима дополнительная экспертиза. Я как работаю уже повторились полтора года. Ямы уже были до меня. Насколько имя, я не знаю. Ну, может приблизительно года, 3-4. Ну, каждый день мы ходим по водоводу, получается. У меня, правда, водовод повторяется через 10 дней. Проходя, мы наблюдаем, чтобы не было хищения. Если бы были хищения, мы бы это обязательно заметили. Новое руководство имеет все основания полагать. Глобальным воровством годами занимались действующие или бывшие сотрудники того же Кривбаз промводоснабжения. По довольно простой схеме. Ведь, согласитесь, люди в синей форме, демонтирующие старый трубопровод, подозрения у жителей вызовут в последнюю очередь. Нашим юридическим управлением были поданы 13 заявлений о преступлениях. Мною лично было написано вот такое обращение прокурору области с просьбой его личного контроля за данным делом. Потому что мы говорим о нанесении государству ущерба в десятки миллионов гривен. Возмещение ущерба обойдется в сотни миллионов гривен. В связи с огромными долгами горводоканала перед предприятием Кривбаз промводоснабжения, работу по восстановлению украденных труб и замена действующих откладывается в долгий ящик. Инна Даньшина, Роберт Сиваков, Первый городской.